Между тем, по предварительным данным гидрометцентра, река Колыма должна вскрыться 19-22 мая. Сейчас в Среднеколымском районе укрепляют дамбу, проводят профилактическую работу и оповещение населения. Во время паводка в городе будет базироваться вертолет Ми-8, его будут использовать для эвакуации и взрывных работ. А сегодня в городе работала выездная комиссия. Завтра она осмотрит пункты временного размещения и проверит готовность объектов. Противопавление мероприятий по ослаблению прочности льда. Работа будет и Среднеколымск, и Сватай, и Аргахтах, и Нариск. В этом году прогноз есть того, что там потопление будет. Население тоже должно, в первую очередь, принять все необходимые меры по подъему и эвакуации своего имущества. Потому что вопросы выплат, комплицации на сегодняшний день, с учетом дефицита бюджета, будут стоять очень острыми. Это основные направления.